Мост по улице Советской простоит еще лет пять, говорили они. Переживать не стоит, но эксперта в этом случае подвела погода. С 3 на 4 апреля талые воды подмыли грунт и дорога к мосту обвалилась. В социальный фонд, садик, отделение банка людям пришлось добираться объездными путями. Сразу обратились к главе нашей республики Владимиру Викторовичу Уйба с просьбой по ситуации через ГО и ЧАЭС профинансировать ремонт этого моста. Надо сказать ему большую благодарность, что он сразу окликнулся на нашу просьбу. 10 апреля мы назначили по району режим повышенной готовности и пошли уже по пути как раз ремонтных работ через комитет по ГО и ЧАЭС. Глава КОМИ Владимир Уйба распорядился выделить деньги на ремонт из резервного фонда чуть более 5 миллионов рублей. Бригады КОМИ дорожной компании спустя несколько дней приступили к строительным работам. По обычной процедуре через госзакупки на восстановительные работы ушли бы месяцы. Находился аварийный мост, который в процессе был демонтирован, был заменен на две металлические трубы длиной 15 метров. Была произведена цепка насыпи, укрепительные работы, ассалитирование плюс барьерное награждение. Быстро получилось сделать, потому что из-за оперативности быстро подвезли нам материалы необходимые, трубы непосредственно. Ну и коллектив сработал хорошо. Гарантию даете? Гарантия 50 лет. Все сделано качественно, видно, люди работали на совесть, говорит Владимир Уйба. Глава лично проконтролировал результат. Впереди у местных властей еще одна забота – запроектировать берега укрепительной работы, чтобы впредь подобных историй с мостом на Советской не было. Улица Советская в Кайгородке центральная. Это место, где действительно люди очень активно пользуются этой улицей. Ну и мост, естественно, крайне был нужен. В комментариях было очень много сложных таких обращений. Люди боялись, что это затянется на годы. Я посоветовался с нашими специалистами, с комедорожной компанией. Поставил им достаточно жесткий срок, к 9 мая, чтобы мост был восстановлен, чтобы люди могли пройти за этим мостом памятник павшим Великой Отечественной войне. Поэтому действительно было востребовано, чтобы и к празднику именно мост был уже восстановлен. В Кайгородке Владимир Уйба осмотрел и двухэтажный 11-квартирный дом, который возводят в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. Сюда переселят 19 жителей поселков Зимовка, Сет-Идор, Выжью, Усть-Воктым и села Кайгородок. Строительная готовность объекта – 70%. Дом мы должны сдать до конца июня, с тем, чтобы мы закончили программу переселения из аварийного ветхого жилья людей, которые были включены в эту программу до 1 января 2017 года. Тем самым мы программу заканчиваем и переходим в следующий этап, уже начиная с 2025 года. Тем более, что президент в своем послании, президент страны Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что программа переселения из ветхого аварийного жилья будет продолжена. В завершение рабочего визита Владимир Уйба осмотрел площадь воинской славы. Реставрация и восстановление этого памятного места идет поэтапно в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и соглашение о социальном партнерстве. Ранее здесь заменили основание памятника, мемориальные плиты, вымастили площадь брусчаткой и установили освещение. На 2024 год у нас запланированы работы по благоустройству прилегающей территории. Это асфальтирование полосы между автомобильной дорогой и площадью с обустройством водоотводящих лотков и укладкой брусчатки. Благодаря кропотливой работе историков, поисковиков и волонтеров удалось установить имена многих жителей Кайгородского района, погибших в годы Великой Отечественной войны, и о судьбе которых долгие годы ничего не было известно. В новом списке 721 фамилия, и работы по увековечиванию памяти будут продолжены. В планах местных властей установить мемориал участникам Первой мировой войны, специальной военной операции, локальных войн и конфликтов.